В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от оплаты услуг ЖКХ, а семьям, в которых есть безработные, платить в размере 70%. Поэтому дополнительные бонусы от государства рассматриваются в исключительно положительном ключе. О том, какие льготы сейчас имеют те, у кого трое больше детей, и чего им не хватает, на самом деле, в нашем следующем материале выпуска. Дети — цветы жизни. Но за каждым цветком нужно, как правило, ухаживать. В помощь многодетным семьям в России действует целый ряд льгот. Налоговые, транспортные, земельные, ипотечные и образовательные. Какие-то из них введены на федеральном, а какие-то — на региональном уровне. Обращаемся в медицинские учреждения, частные клиники. Сейчас стали тоже делать скидку многодетным семьям. Но кэшбэк возвращается, когда детей в лагерь. Не обошло стороной и культурное развитие детей из больших семей. Так, Тверской государственный объединенный музей, имеющий 31 филиал по всей области, за год по стилю более 11 тысяч членов многодетных семей совершенно бесплатно. Можно приходить в любое время в дни открытые музеи. Это со среды по воскресенье с 10 до 18. Информацию о графике работы можно посмотреть на официальном сайте музея и просто приходить. Интересно и то, что родители многодетных семей, которые работают официально, могут оставить себе 13% подоходного налога в полном объеме. Но не стоит забывать, что некоторые льготы могут относиться только к малоимущим семьям. Это нравится не всем. Первая льгота хотелось бы, конечно, это за коммунальные платежи, так как они у нас довольно-таки высокие. Также у малоимущих семей есть скидки за оплату услуг отопления, воды, канализации, газа и электроэнергии не ниже 30%, питание детей в школах и государственная помощь на основе социального контракта. А еще Ольга мечтает о расширении жилья. Ведь у них два мальчика и три девочки. Государство, конечно, выделило участок, но в прямом смысле слова в чистом поле, где нет никаких коммуникаций. Поэтому пока вся семья болюков ютится всемиром в обычной трешке.